День города Славутича 2021 был достаточно долгожданным. В прошлом году тоже был День города, но онлайн. Поэтому вроде бы как такого мощного и искреннего праздника не совсем получилось. А в этом году он собрал достаточно много славучан. Еще нету и половина девятого, а уже практически вдоль улицы Дружбы Народов собираются славучане, чтобы пройтись по ней. И еще хотим обратить ваше внимание о том, что в этом году восстановлена традиция еще с прошлого века о том, что праздник День города не только вокруг Центральной площади, но и в кварталах нашего города. И погода пошла нам навстречу. Еще две недели назад многие считали в интернете, что будет дождь. Причем и в пятницу, и в субботу. Ну а здесь просто замечательная погода. Поэтому с праздником вас славучане. Вот ко мне рвутся к микрофону люди, которые хотят поздравить вас с Днем города. Сейчас мы им предоставим возможности сделать это буквально за несколько минут до того, как начнется замечательное шествие, которому, кстати говоря, в этом году уже 30 лет исполняется. Приемно бачите депутата Верховной Рады с ранку у Славуточи. Ваше побожание славучанам. Достатку добробуту, доступной медицины, гарной освіти, увеличение населения и хороших свят. А чуть позже, уже во время святковой ходи, депутат Верховной Ради еще кое-что пообещал. Дорогие друзья, что до вольно-экономической зоны, мы обратились неодноразово и до премьер-министра, и до главы нашего комитета Данила Гитманцева. Данила Гитманцев мені особисто пообіцяв, что мы будем отроджувати вільно-экономические зоны. И поверьте мне, если разные депутаты выступают за разные вільно-экономические зоны, потому что Украина великая страна, то я лоббістом вільно-экономической зоны только в месте Славутич. Поэтому я вам обицяю, что если будет воля и президента Украины, и влади центральной за то, чтобы отродживать вільно-экономические зоны, то чтобы Славутичу вона обовязково появится. Что вы пожелаете Славутичам и Славутичу в этот замечательный день? Хорошо отпраствовать, конечно, все-таки праздник. И тоже гордость за наш город. Счастья всем. Всем. И себе тоже немного. И себе тоже можно немного взять. Взагалі, гарно провести час, потому что это свято, и каждый мае мае мать гарный настрой, и взагалі, это такие дни, когда мы можем отпечатать, и тому всем просто гарного настроя. Також гарно провести час и гарно святкувати День Міста. То есть вы рекомендуете, все-таки, несмотря на праздник, ходить в маски? Звичайно. Ваше желание, место? Процветание, новых перспективных идей, действительно быть мистом будущего, много новых предприятий в городе, чтобы молодь у нас осталась и не уезжала из города. Мы от Вижероска районная рада вітаемо щиро Славуччан с Днем Міста. С Днем Міста речь в том, что Славуччич сьогодні подает приклад не только в Вижероскому району, но и почти в Киеве. Когда работали на Чорнобильской атомной станции, мы делали все для того, чтобы місто и Чорнобильская станция работали в паре. И поэтому все наши помыслы и дии были направлены именно на это, на развитие города. И это создание всех научных лабораторий, которые создались тут, и высшие учебные заклады, которые мы создали тут в миске, они все были нацелены на это. И я считаю, что если это будет продолжаться, это будет очень хорошо. И у нас есть в будущем, потому что мы имеем учебные заклады, и вчера глава про это сказал, что еще и Чорнобильским институтом будут. Номерамы из Чорнобильской писали? Да, поэтому есть перспективы, и нужно захочевать молодь для того, чтобы она все-таки залишалась, чтобы это не место пенсионеров было, а чтобы у нас было действительно место тих фаховцев, которые уверены в будущем, и что они могут реализовать свои знания и намерения. Почему мы пенсионеров выгоняем? Хай пенсионеры живут. Я тоже пенсионер, мне тоже тут нравится жить. Хай молодых будет больше, пенсионеров. Хай будет больше, да. Мы вам желаем миру, злагоди, благополучия, подальшего розквиту и співпрации между нашими громадами. Я передаю велике вітання від Чернігова, від Чернігівців, вашей прекрасной громаде. Как я уже сказал про мови, что вирізняет ваше прекрасное місто, молодое, наймолодшее місто України, то, что третина населення – это люди, молодые люди веком до 16-ти лет. И это очень-очень тишит. Это говорит о том, что у нас есть мое будущее и великое будущее. Разом со своей коллегой Ольгой Васильевской-Смоглюк, мы сделаем все, депутатская фракция «Слуги народу», сделаем максимально все для того, чтобы статус, то есть место отримало статус повноценного міста в вільной экономической зоне. За для развития проектов и приходов инвестиций в это место, кроме, скажем так, основного профиля. Тому, дорогие славутичане, еще раз, еще раз, с этим прекрасным святом, добра, здоровья, миру. Вітаю всіх з Днем Місто! Славутич є наймолодшим містом України. У цей святковий день хочу привітати всіх та побажати і надалі розвивати своє місто. Вся Україна знає, що Славутич – місто з сильних духом та незламних людей. Так тримати. Я неодноразово був у Славутичі і закоханий ваше гарно і зелене місто. Міцного здоровья, добробуту та нових перемог!